Итак, друзья, всем привет! С вами Макс и вы находитесь на канале Keep Going. И сегодня мой очередной беззаботный день из жизни в Лос-Анджелесе. Буду вам показывать свой день, рассказывать всякие новости, которые произошли. Сегодня я забрал свой новый микрофон. Сегодня я получил пейчек от Лос-Анджелеса на 600 баксов, о котором немножко позже расскажу. В общем, я думаю, что-то будет интересное, поэтому будем снимать. Да, и сейчас начинается день с того, что я забрал только что микрофон у себя с почтового ящика. И хочу вам показать и протестировать, потому что все жалуются на звук в видео. Я объясню, почему он бывает плохой. И, в общем, я всегда старался его улучшить. Заказывал, у меня было очень много разных микрофонов. Но сейчас заказал вообще прикольную штуку, которую вам покажу. Так, и почему у меня в видео очень часто был плохой звук? Во-первых, я снимаю, если это активное видео, да, с работы или про мою жизнь, влог какой-то. Снимаю просто на GoPro без каких-либо дополнительных микрофонов, потому что неудобно их коннектить с GoPro. Нужен специальный переходник, нужен отдельный микрофон. Все это очень геморрно. Я раньше так пробовал делать, мне не понравилось, очень неудобно. Удобство GoPro ты ее достал, сразу включил и все, снимаешь. То есть буквально там доля секунды все это занимает и пошла съемка. С этими микрофонами их нужно отдельно включать, либо подсоединять по шнуру. Это очень неудобно. То есть я использовал микрофон Rode беспроводной. Он был дорогой и на самом деле мне вообще не нравился. И в общем, это одна из причин, почему часто плохой звук. Во-вторых, GoPro, когда слышит какой-то дополнительный звук, она его глушит. И с тем же сразу глушит мой голос. Поэтому в траке, когда бывает шумно, меня очень плохо слышно. Ну а так в целом, в принципе, она нормально пишет звук. Меня это устраивает. Ну и еще один момент такой, я никак вообще не настраивал звук во время рендера. И вообще не умел это делать. Сейчас уже научился. В последнем видео вы слышали, что звук более-менее нормальный. Хотя я снимал все на ту же GoPro. Ну как, по-моему, он стал лучше, когда я научился его редактировать. А все статические видео, где я брал интервью раньше, да, либо рассказывал что-то на камеру. Я снимал на камеру Sony. Она большая, неудобная. И я подсоединял также микрофон. В основном это были сюда петлички. Но это тоже геймер, тоже неудобно. И мне очень это не нравилось. Поэтому сейчас я стал снимать статические видео просто на iPhone. Но столкнулся с тем, что опять мне нужен микрофон. И я подключал петличку в последнем видео. В принципе, нормально, но тоже неудобно, потому что шнур. Ну вот сегодня... Ну вот сегодня, смотрите, я заказал себе вот такой вот микрофон. То есть это вот такая вот коробочка, кейс. И в ней, сейчас я вам покажу, два микрофона и переходник. То есть не переходник, а коннектор. Вот это сам микрофончик. Он очень маленький на самом деле. Вообще такая малютка, не имеет никакого веса практически. И он цепляется куда хочешь, там на шею. И пишет звук с iPhone. А вот это уже коннектор. Коннектор к этому микрофону. То есть он просто оставляется в iPhone. Не надо его не включать, ничего делать. Просто всунул, одел микрофон и пошел писать звук. Все, очень удобно. Я посмотрел видеообзор, мне очень понравилась эта фигня. Прямо конкретно для iPhone, потому что я сейчас использую iPhone для статистических видео. И для стримов буду использовать, когда в траке работает, что очень удобно. То есть я включаю видео и все, оно автоматически подсоединяется и пишет звук. Сейчас я это протестирую тоже и покажу вам, как это работает. Одену. А, ну да, видите, тут два микрофона. В чем прикол, что когда я буду записывать интервью, просто один микрофон цепляю себе, второй микрофон цепляю моему собеседнику. И все, и он, звук пишется. На самом деле, конечно, я так предполагаю, что звучание звука будет не самое лучшее. Возможно, даже самая обычная петличка будет писать звук лучше. Но за свои деньги, думаю, это отличный микрофон. Сейчас мы его проверим. Так, я поставил вот уже телефон, всунул переходник. Это, ну, точнее, как называется, приемник этот. И все. И пошел отходить от этого микрофона. И сейчас звук используется не с Go Pro уже, а конкретно используется с телефона. Так, я отошел уже метр, наверное, на 10. И интересно, как же меня слышно. Должен, в принципе, звук не меняться, потому что заявлено, что он может снимать, ну, писать звук до 70 метров или до 50 метров, что-то такое. Вот сейчас уже метров 20 где-то я отошел от камеры и иду обратно, в общем. И надеюсь, что, в принципе, должно быть меня слышно хорошо. И тут, где я нахожусь за стенкой, сразу фривей. Довольно-таки шумное, много фонового шума, который всегда мне мешал снимать видео. Поэтому я, в принципе, не очень люблю эту локацию. Но, друзья, надеюсь, слышно меня хорошо. Да, в общем, хотел просто похвастаться этим микрофоном. Мне реально понравилась эта штука. Очень удобно. Не надо ничего включать, ничего подключать. Просто всунул и все, сразу же пишется аудио. Потому что с тем микрофоном ROT, который у меня был, он... Там был, во-первых, один микрофон, тут два. Во-вторых, он стоил 210 долларов. А этот стоит 70 за два микрофона. И, в-третьих, этот ROT нужно было включать. Он включался несколько секунд. Надо было включать и переходник, и сам микрофон. Часто бывало такое, что я одно из них не включу, и звука потом вообще в видео не было. В общем, часто я с этим как бы мучился. Поэтому нашел эту штуку на Алиэкспресс. И очень рад, реально. 70 баксов, блин. И я, наверное, самый счастливый сейчас человек. Так, ну я иду дальше. Сейчас иду на парковку за машиной. И мы поедем с вами ложить деньги на счет. Это я про те 600 долларов, о которых я вам рассказывал. Что сегодня мне пришел пейчек от Калифорнии. Даже, грубо говоря, я даже не понял, за что. Да, и совсем забыл рассказать, что вот этот кейс, он как бы как у AirPods, он заряжающий. То есть он заряжает эти микрофоны, и сам микрофон держит 7 часов. 7 часов может записывать аудио, а с этим боксом каждый из них может записывать 35 часов. То есть, ну, классная штука. Просто ее положу в машине, и в любой момент, когда мне нужно будет записывать видео, достану, бац, и засниму. Вот такая классная штука. Это никакая не реклама, я никаких ссылок не буду добавлять. Если кому будет интересно, то попросите мне в Инстаграме, я скину ссылку. Так, друзья, а вот чек, про который я рассказывал. Вот мне пришел, видите, State of California, Golden State Stimulus. Не знаю, вообще за какие заслуги, но 600 баксов мне вот прислали. Причем прислали на старый адрес, на котором давно уже не живу. Я случайно забрал туда почту, и вижу тут какой-то чек. Думаю, прикольно. За какие заслуги, не знаю. Но, в общем, я так думаю, что это из-за того, что связано с повышением цены на бензин. И вот они решили выдать людям по 600 долларов. Не знаю, кому они выдаются, но мне пришел. Причем очень неожиданно даже. Просто проблема в чем? Обычно его фотографируешь, тебе сразу он зачисляется на счет, на банковский. Я что-то фоткал, ничего не получилось. Сейчас поэтому поеду в банк и всуну его в этот банкомат, чтобы он мне зачислился на мой счет. Кстати, я сейчас еду, это Chinatown. И он буквально тут, ну, 3 минуты от моего билдинга. И вот видите, уже там китайские всякие здания. Вот тут справа, там на следующей улице, находится этот памятник Брюсу Ли. То есть я один раз случайно туда попал и думаю, блин, прикольно. Я раньше мечтал побывать возле этого памятника, сфоткаться, а оказалось, он буквально в 3 минутах от моего дома. Вот на вот этой улице, вот там справа, дальше будет памятник Брюсу Ли. Прикольно вообще. Довольно-таки неожиданно. Так, я уже у банкомата. Вот видите, можно выбрать кэш, можно выбрать. Можно сразу 10 чеков всовывать. Ну, у меня всего один. Да, все, опознал чек на 600 баксов. Все, подтверждаем. Деньги скоро пойдут на счет. В общем, все, деньги на счету. И, друзья, это уже четвертый чек с момента начала пандемии. Потому что во время пандемии я получил 3... Ой, блин. Слишком низкая машина. Во время пандемии я получил 3 чека. И вот это пришел четвертый. То есть, по-моему, было первый чек на 1200, потом 2 чека на 600. И вот еще раз чек на 600. То есть, как бы, немного, но все равно приятно. И, да, конечно, цены немножко растут вверх. Особенно на топливо пошли вверх. Но на все остальное очень несущественно подорожало. Там буквально на эти акценты. В принципе, это неощутимо пока что. Но больше всего идет эти подорожания из-за того, что напечатали очень много денег во время пандемии. И все пошло вверх. На топливо, конечно, не с этим связано. Но есть как есть. И, кстати, недавно это заплатил налоги. Знаете, я думал, что эти чеки, которые мне выдавали во время пандемии, как раз пойдут на оплату налогов. Но нет, на самом деле их не хватило. Потому что налог я в этом году заплатил 7 тысяч. Ну, для меня это, в принципе, ну как, это существенные деньги, да, на 7 тысяч можно что-то купить. К примеру, еще один такой же приглас, как у меня есть. Но если посчитать от той суммы, которую я заработал, то на самом деле это получаются копейки. Потому что это, наверное, чуть-чуть меньше 10% от того, что я заработал. Почему заплатил так мало налогов? Хотя, казалось бы, да, 7 тысяч долларов, ну это нормальная сумма. Но на самом деле это мало от той суммы, от которой я заработал. Потому что платятся налоги уже после списания... А, мне, наверное, еще прямо. После списания всех расходов, да. Вот, к примеру, весь заработок с Ютуба я списал полностью, потому что я покупал ноутбук, я покупал камеры, я покупал микрофоны, да. Это все стоит денег. Поэтому весь доход с Ютуба я полностью списал. Доход, например, с трака я, ну, конечно, там не полностью, но немного списал. К примеру, я летал в Чикаго, туда-обратно, я ездил на такси до трака, я покупал себе еду. К примеру, на еду вы официально можете списать 65 долларов в день. То есть каждый мой рабочий день это минус 65 долларов на еду. Плюс к этому я покупал разную одежду для трака, знаете, и прочее, и прочее. И по итогу я все списал. Вот там даунтаун, еду туда-обратно. И поэтому, по итогу, мой заработок от той суммы получился еще меньше, который я заработал. И уже от этого я заплатил налог. И он в сумме получился вот таким вот небольшим. А в этом году я открыл компанию, да, и получается весь мой доход с трака идет на мою компанию. Поэтому я заплачу налог еще меньше. Потому что я могу списать еще доход на свои компанейские расходы. То есть на компании как бы больше уходит, чем на личные твои цели. Поэтому списывать можно еще больше. Так, вот он, двор. Да, друзья, красиво, согласитесь. Все-таки, как ни крути, со своими минусами этой Америки и Лос-Анджелеса плюсов намного больше. Это замечательная погода, солнце, тепло, пальмы. Красиво каждый день. Оно все-таки, ой, дает о себе знать. Ой, блин. Очень классно. Сейчас, в общем, решил пойти в тренажерку. У меня есть два варианта. Либо поехать в тренажерку, в которую у меня есть абонемент. Но туда надо ехать. Либо пойти в тренажерку, которая находится в нашем билдинге. У нас тут их две. Поэтому я все-таки решил пойти тут. В билдинге она, конечно, хуже. Но, блин, не надо никуда ехать. Буквально пару секунд, вот уже тренажерка. Поэтому иду сюда. И, друзья, если у вас есть какие-то идеи, видео, которые вы хотели бы увидеть, да, там о Лос-Анджелесе, о жизни здесь, пишите в комментариях. Я просто не знаю, что снимать сейчас особо. И если чьи-то идеи будут сбегаться, то есть, ну, там пару человек напишут одну и ту же тему, и я увижу, что это людям интересно, то постараюсь снять видео на эту тему. Да, и также, друзья, обязательно пишите комментарии какие-то, ставьте там лайки на видосы, потому что, возможно, это увеличит количество просмотров на видео, да, видео будет рекомендоваться кому-то. И чем оно больше будет показываться, тем больше мне будет хотеть снимать новые видео, потому что обычно бывает это делать очень лень. Особенно, когда ты не знаешь, интересно это кому-то или неинтересно. В общем, вот тренажерка. Ну, такая она, то есть, она не совсем уж маленькая, но здесь, конечно, не все тренажеры, не все оборудование, которые я хотел бы видеть в зале, особенно набор гантелей. Тут их реально, мне кажется, разворовали, потому что стойка есть, а гантелей нет. И также тут недостаток гантелей. То есть, ну, реально, мне кажется, кто-то своровал. Потому что доступ сюда вообще беспонтовый. То есть, вот дверь, вот дверь, вон там дверь, вот тут дверь. Кстати, тут еще сауна есть. И сауна, туалет, и там сверху сразу бассейн, там джакузи. А под нами еще гольф, баскетбол и боулинг. Тут туалеты, переодевалки, локер, а вот сауна. Правда, здесь она сломана, по-моему, да. Но через дорогу есть такая же тренажерка, и там сауна работает. То есть, в принципе, довольно-таки прикольно здесь. За свои деньги в этом билдинге я считаю, что норм. Да, кстати, могу сейчас спуститься, вам еще потом покажу эту баскетбольную зону. Кстати, там ни разу не был сам. Живу здесь уже больше года. И в большей части мест вообще здесь не был. Вчера съездил на Санта-Монику и сгорел. Видно, нет, я красный пикпец. Спина красная, все сгорело. Тут опасное солнце, конечно. Ладно, буду немножко тренить, и потом вам дальше что-то еще покажу. Так, я, в общем, уже потренил минимально. И вышел в зал, он там. И иду сейчас показать вам баскетбольную площадку и все прочее. Я ни разу там не был. Самому интересно, что там. Прикол, здесь вообще даже никого нету. И вот, друзья, я реально здесь ни разу не был. И получается, сейчас сюда иду просто для того, чтобы показать вам. Вот в чем прикол Ютуба, да. Часто я делаю что-то то, лишь бы чтобы показать вам. Поэтому это меня мотивирует что-то делать. Прикол, тут боулинг, наверное. Он закрыт почему-то. И, не знаю, так, 6 утра до 10 вечера. Ну, короче, не знаю, закрыт почему-то. Хотя я видел объявление, что в какие-то дни он должен работать. А, здесь виртуальный гольф, который тоже закрыт. Прикольно. Вот почему я никуда сюда не ходил. Тут все закрыто, тоже закрыто. Ну, короче, вот такая баскетбольная площадка. В принципе, прикольно. Такой, не понимаю, почему это все закрыто. Здесь temporary closed. Ну, то есть, я знаю, что на кореновирус они все это закрывали. Но сейчас вроде уже как вирус кончился. И непонятно, почему не работает боулинг. Ладно. Пойдем дальше. Так, друзья, уже повечерело. Солнце уходит в закат. Холодно. Самое время покататься на скейтборде. Приехал я тут. Небольшой скейт-парк. Сейчас. Вон там спереди находится скейт-парк. Это буквально 3 минуты от моего дома. Очень удобно. Поеду покатаюсь. Прям профессиональный оператор, но входит. То есть, бывает, тут катаются нормальные ребята. Я, конечно, говорю олов, потому что не стоял на скейте 12 лет. И вот только недавно его купил. Но хочу покататься тоже. Сейчас немного поездим. И расскажу вам пару историй. Сейчас буду пробовать раскатываться. И, короче, вот так вот выглядит моя беззаботная жизнь в Лос-Анджелесе, друзья. Но на самом деле уже очень хочется работать. И про тот закон, который я рассказывал, что вышел новый закон. Насчет 540 дней по work authorization. Вот до сих пор он еще не вошел в силу. Мне в DMV сказали прийти в среду, то через 3 дня. И, возможно, в среду мне уже будут права. Если это случится, то ближайшие 3 года я буду работать. В общем, такие дела. Я очень надеюсь, что это случится. Потому что я уже задолбался работать по 2 месяца. А потом сидеть отдыхать. В прошлом году я отработал 3 месяца всего на траке. И там, не знаю, пару недель я отработал в доставке. И все. То есть за весь год. Грубаря все время остальное время. Я чем-то занимался непонятно даже чем. Правда, я учился на права. Не знаю, может быть еще чем-то занимался. Я уже и не помню. В этом году я отработал всего 7 недель на траке. И 3 раза выехал на доставку. И все. Больше я не работал. Некоторые люди спрашивают, как это я не работаю. То есть за что я живу. Как по мне, очень странный этот вопрос. Я не понимаю, как вообще. Ну, за что я живу. За деньги, наверное. Как по-другому. И просто почему у людей удивляет то, что можно не работать и жить. В принципе, я вот сегодня специально посчитал. И получается, что когда я работаю на траке целый месяц, да. То от этой суммы, которую я зарабатываю на жизнь, на еду, на квартиру, на машину, на кредиты и там все прочее. Я трачу не больше 13% от зарплаты. То есть вы понимаете, если я трачу от одной зарплаты 13%, да. То в принципе на эту же зарплату я могу прожить как минимум 6 месяцев, там 7 месяцев. Я в прошлом году отработал 3 месяца. То есть я могу жить больше года на эти деньги. Вот такие дела. И это помимо того, что у меня есть дополнительный доход от интернет-магазина, от ютуба, от пассивный доход от криптовалюты, которые у меня стоят, деньги стоят застеканные на криптопулах. И они тоже приносят пассивный доход. То есть в принципе, я думаю, что в Америке можно жить даже работая очень мало. Мне это очень нравится. Но я, конечно, не планирую таким заниматься. Я планирую работать много для того, чтобы реализовать свои цели, которые у меня есть в голове. Мне нужны финансы, мне нужны постоянный приток денег, мне нужна хорошая кредитная история. Это все тем, чем я занимаюсь. Только единственное, что отсутствие разрешения на работу затормозило мои планы. И еще, конечно же, документы. То, что долго я получаю ответ по моим документам. Но через, я думаю, какое-то время это все решится. И я буду идти к назначенным с собой целям. Так что, друзья, следите за этим. Я уверен, что дальше будет интересно. У меня много целей. И работа на траке – это только такая возможность, благодаря которой я смогу прийти к дальнейшим своим планам и поменять свою деятельность. Я не планирую заниматься траками долго. У меня как бы есть идея, чем не заниматься. Но все это будет немножко позже. А сейчас я просто буду кататься.